Господа, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас вторая часть, мы рассматриваем сложный случай, это вывихи вывихи конкретные, когда сустав выходит из суставной сумки и зацепляется за кость вот давайте по плечевому суставу, сейчас еще поговорим, Цветлана, на тебе продемонстрируем смотрите, если все-таки это не вывих, а подвывих, у человека не так сильно болит плечо но оно, мы нащупали, оно вывихнет либо вот так, либо вот так если вперед, соответственно, и висит, то в легких случаях мы можем размассировать этот сустав раскачать его, не сама-сам не шевели, человек не должен делать ничего сам помогать не надо специалисту, сопротивляться тоже не надо прощупали, где идет вот такой вот затык, да когда мы его нащупали, разворачиваем руку относительно акромиального отростка вот этого, в который упираемся сзади своей грудной клеткой и, двигая за локоть вверх, ставим сустав если случай сильный, то есть косточка вышла за пределы акромиального вот этого сослюнения представьте, она сферическая, да, то есть головка плеча, она не внутри, да, она зацепилась прям за него завернулась, это идет перерастяжение и надрыв связок, то тогда, еще раз говорю, что мы кладем человека на стол рука висит, обкалываем анестетиками и 15 минут ждем после этого у нас действует рычаг, то есть сама плеча и кость является рычагом мы, ну, если вниз выпало, да, то мы с этой стороны подняли, вытянули и после этого вставили, защелкнули если выпало вперед плечо, да, то это лежит, давай продемонстрируем еще раз, сюда головой еще раз повторяю, случаи сложные, если вы не специалист, лучше самим самостоятельно не повторять хотя, на самом деле, когда вот вы обкололи руку, да, там практически мышцы уже расслабились человек лежит минут 10-15, у него они дополнительно растягиваются, да, высвобождая все зажимы блоки и после этого вот у нас рычаг, само плечо является на человека, является рычагом раз и вставили теперь, в случае с бедром если бедренная кость выскочила не сильно, то тогда, вот, например, она выскочила назад, да то тогда разворачивайся, пожалуйста, на спину вот в этой ноге представим, да, что или сложная впадина кость выскочила назад, да но еще находится внутри своего сустава, сустава на сумке, да мы тогда раскачиваем, ну, все методы раскачивания и расценивания мышц я показывал в прошлом видеоролике мышцы растягиваем во все стороны вот этого бедра раскачиваем и все, расслабься, ничего со мной не делай и примерно не вдоль тела, да, а развернули бедренную кость немножко под углом и вытянули, ну, примерно от оси тела играться в тридцать и вытянули на себя тут он с рычагом является бельцовая кость то есть мы за бельцовой костью вытолкнули удобно это делать, если надо так же вот немножко отвиселось потом мы ее зацепили и забежать бельцовую кость опять вытолкнули на себя если сустав вышел вперед, да, то тогда, ну, допустим, вот эта нога, да то тогда мы поворачиваем опять я не буду рассказывать, да, повторяться, как мы расшатываем, да мы представляем визуально еще раз, что сам сустав, он сферический, куда входит, да за косточка, то есть нужно, и визуально чувствуем, где он находится, да давим на нее и в противоположную сторону вот туда, получается, по диагонали вниз и в сторону вот козы костей соответственно, если случай сложный и кость зашла за вот эту косточку, да за древним по суставу костей там уже все вот эти связки, они уже надорваны это, человек при этом ходить не может в принципе, мы делаем то же самое, только к углу делаем побольше упираемся, получается, тут, тазом в стол а в ту сторону, вбиваем, прям реально, вбиваем здесь, вот, вбиваем прямо, ну, уже практически почувствовал на себе, да то есть она должна, представьте, вот еще показывать членический сустав, вышел сюда, да и мы должны его вбить обратно, чтобы он вошел внутрь, в свою впадину это если вперед, да теперь, если бедро выскочило назад это вообще очень сложно ходить не может, но разъем эта нога вот так вот таз, соответственно, один выше другого ходит на костылях очень болен, а эту ногу вообще наступить не может тогда мы переворачиваемся на живот опять же, в легком случае сначала легкий случай покажу, да вот эта нога, бедро вышел назад относительно таза его можно вот тут нащупать тогда мы расшатываем его обкалываем, разминаем и вставляем ударом в него вот таким способом то есть у нас бедерная кость является рычагом вот так раз и вставили можно в принципе очень мощные мышцы может даже и ногтем желательно вставлять очень нюанс просто покажу желательно вставлять все-таки по диагонали вот крестца вот в ту сторону то есть мой удар должен идти вот туда в ту сторону если, кстати, неудобно хвататься вот так вот, да, можно схватиться вот так и штатаем бедро но в сложном случае, когда уже надорвались эти связки а тут их много тут ненечитное количество и все всю витужную впадину облегают да, и если она, ну, представьте косточка вышла за косточку за пределы, да тогда поворачиваем человека на спину пододвиньте к этому краю стола нога свисает свисает но не висит самопроизвольно да и не упирается то есть она на носочки нет, не расслабь, не расслабь вот она на носочки вот так спокойно качается, да в этом сложном случае тогда обкалываем опять обезболивающими препаратами все их перечислять не будут там есть список на сайте можете посмотреть можно несколько уколов сделать 4-5, да чтобы уж наверняка подействовало только поаккуратнее пожалуйста потому что многие препараты все-таки вредные и после этого нам нужно чтобы нам помог либо человек уперевшись в противоположную сторону бедра то есть он стоит с этой стороны и вот бедро противоположное подвздошную кость либо ремнем специально пристегивать человек к столу так пауза пожалуйста а в этот момент мастер бьет ногу и либо рукой будет слабо лучше колено упирается в нее и нам соответственно нужно вытащить еще раз геометрически попробуйте понять где в объеме да вот шарик он вышел за пределы косточки вот сюда то есть нам надо вставить обратно то есть вот сюда и он пойдет соответственно наше движение идет по диагонали и вниз вот туда своим коленом уперлись расшатали и дернули чуть с того не завалился вот это сложный случай мы рассмотрели еще раз повторяю самостоятельно не повторять если вы не уверены что вы можете справиться отправлять лучший человек к профессионалу в медицинский центр да ну а в принципе как это делать я вам рассказал до встречи в следующих видеороликах в них я расскажу еще кое-что интересно как мы будем работать с человеком как будем оставлять косточки с вами был Олег Алав Гудвин до новых встреч дорогие друзья